Здравствуйте, мои дорогие! Всех приветствую на своём канале. Тема сегодняшнего видеоматериала достаточно злободневна, актуальна. И вы очень часто в своих комментариях пишите мне об этой проблеме. Говорить мы сегодня будем о Чёрном море и о той ситуации, которая может возникнуть в ближайшем будущем, если не предпринять никаких шагов в этом направлении. Откровенно вам скажу, я не люблю говорить о плохом. Когда говоришь о плохом, то проектируешь не очень радужное будущее. Но сегодня вот мне попалась такая строчка у Сираха. Это у нас глава 4 стих 27. «Не удерживай слово, когда оно может помочь?» Может быть, действительно то, о чём я буду говорить, поможет нам. Поскольку у каждой проблемы есть решение. И к этому решению нужно прийти. Есть у меня определённые мысли в данном направлении. Возможно, они чем-то нам помогут. Итак, немногие из вас знают о том, что Чёрное море является пороховой бочкой для всего человечества. И если произойдёт взрыв Чёрного моря, что вполне возможно из-за экологической обстановки, то это будет катастрофа планетарного масштаба. Мне, кстати, о Чёрном море чаще всего пишут северяне. Они думают, что они застрахованы от данной ситуации. Мои дорогие, если это произойдёт, пострадают все. Не только флора и фауна данного водоёма, не только прибрежные районы. И в первую очередь люди. Пострадает всё человечество, всё живое на планете. Потому что, естественно, это спровоцирует кислотные дожди, которые сожгут и отравят всё живое. Поэтому нельзя допустить данной ситуации. Вы видите сейчас в кадре Чёрное море. В тот день, когда я его снимала, оно было бутылочно-зелёным. Я вам сейчас его покажу. Обычно оно тёмное. Чаще всего чёрного цвета. Поэтому и называется чёрным. Но вот сейчас вы его видите бутылочного цвета. И когда я на него смотрела, то вспомнила строчки из Откровения Иоанна Богослова. Я сейчас их зачитаю. Это 15 глава, 2-й, 3-й стих. И видела я как бы стеклянное море, смешанное с огнём. И победившие звери, и образ его, и начертание его, число имени его, стоят на этом стеклянном море, держат гусли Божии. И поют песню Моисея, говоря «Великие и чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведные истинные пути Твои, Царь Святых». И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца. Я специально перечитала цитату, потому что пропустила эту строчку, для того, чтобы вы поняли, что эти люди говорят и исполняют заповеди Бога Творца, которые были переданы через пророка Моисея и через Мессию Иисуса Христа. Вот сейчас мы находимся в той ситуации, когда пора начать исполнять заповеди, иначе мы, человечество, будем уничтожены. Уничтожены за наше беззаконие, за наше отношение к друг другу, за наше отношение к планете. Конечно, тексты аллегоричные, мы их обсудим в отдельном видеоматериале, но давайте вернёмся к первой строчке. И видела я как бы стеклянное море, смешанное с огнём. Вот стеклянное море вы видите. А сейчас я вам покажу огонь. Это Чёрное море. Это взрывы на Чёрном море в 1928 году. Всё происходило в районе Ялты, и пострадало достаточно много людей. Что спровоцировало взрыв? Сероводород и обычная молния. Вы теперь, наверное, понимаете, что ни о каких военных операциях в Чёрном море даже речи быть не может на сегодняшний момент. По дну Чёрного моря, насколько я понимаю, провели теплопровод, что тоже чревато последствиями. В Чёрное море на сегодняшний момент сливают канализацию, туда попадают всевозможные удобрения, минеральные, органические. Это, конечно же, влияет на флору и фауну, поскольку экология желает лучшего. Фитопланктон просто-напросто гниёт. Исчезла рыба, исчезли растения. И вот эта гнилая масса провоцирует образование сероводорода. А сероводорода в этом море достаточно много. По тем описаниям, которые у нас есть в интернете, это 90%. 10% составляет водная гладь. В центре моря это 100 метров, в прибрежной зоне 300 метров. Остальное сероводород. Откуда он может ещё сюда попадать? Учёные предполагают, что из разломов земной коры на дне моря. Вот этот огромный объём сероводорода и является той пороховой бочкой, о которой я говорила. Как его можно нейтрализовать? Учёные ищут всевозможные способы и есть уже варианты решения. Давайте посмотрим на эту проблему с точки зрения природы. Как всё это время природа решала данную ситуацию? Для того, чтобы нейтрализовать сероводород, необходим кислород. Сероводород легко вступает в реакцию с кислородом, образуется вода и сера. Эта реакция происходит в море при помощи, в первую очередь, сероводородных бактерий. Раньше кислород поставлялся за счёт фитопланктона. Вот эти мелкие растения на поверхности водоёма выделяют достаточно много кислорода. Если вы считаете, что на планете основной поставщик кислорода и лёгкие планеты – это леса и деревья, то вы глубоко ошибаетесь. В первую очередь, эту функцию выполняет фитопланктон. В Чёрном море со времён ледникового периода обитает очень интересная водоросль. Филофора. Она живёт колониями. И раньше именно она поставляла большое количество кислорода. Это была достаточно большая территория, 11 тысяч квадратных километров. В день эта масса водорослей выделяла 2 миллиона кубических метров кислорода. Это, конечно же, как-то стабилизировало обстановку. Но потом эту водоросль начали массово уничтожать. И на сегодняшний момент мы понимаем, что её пора занести в Красную книгу. А нам нужно решать как-то ситуацию, либо с её размножением, что достаточно сложно, либо каким-то другим путём. Потому что фитопланктон у нас гниёт. Можно размножить эту водоросль вегетативно. Она, кстати, практически не передвигается в воде. Она стоит слоями, единой массой, как кораллы. Поэтому, безусловно, нам нужно какое-то другое растение, более активное, которое может также активно выделять кислород и более интенсивно размножаться. И выход из ситуации есть. Я сегодня работала над этой темой и пришла к пониманию того, что выход мы можем найти в водоклеточной водоросли, которая называется хлорелла. Вот так вот она выглядит. Она размножается достаточно быстро. И на сегодняшний момент её размножают промышленным путём. В частности, в Узбекистане. Посмотрите. На специальных установках с одного гектара получает до 2000 сантиметров биомассы. Понятно, размножают её повсеместно. И начали это делать, потому что она содержит 60% белка в своём составе. То есть, это в первую очередь замечательный продукт питания. Это в два раза больше, чем в бобовых, и в четыре раза больше, чем в пшенице. Помимо этого, это ещё и лекарство. И она интересна, конечно же, в этом направлении. Мои дорогие, если она способна жить в условиях солёного моря, то, безусловно, нужно её активно размножать. Пусть наше чёрное море превратится в зелёное. В конце концов, мы можем как-то контролировать её размножение, добывая продукт питания в первую очередь. Но помимо этого, она же будет нейтрализовать этот сероводород за счёт выделения кислорода. А кислорода выделяет она достаточно много. Кислорода она выделяет в 200 раз больше собственного объёма. То есть, если филофора выделяет в 10 раз больше, то это в 200 раз больше. То есть, в этом направлении она рентабельнее. Помимо этого, если она активно начнёт размножаться, мы можем использовать её как биотопливо. И она решит наши проблемы в этом направлении. Зачем нам тогда нефть, если есть вот эти прекрасные водоросли? Поэтому, мне кажется, что эту тему нужно рассмотреть, обсудить. И если действительно это возможно, попытаться выйти из ситуации данным путём. На этом всё. Всего вам доброго. До следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова